Значит, здравствуйте, спасибо организаторам, допустим, международнее. Ну, а сейчас я начну с того, что уже на прорубу электро-тернаура, отрученной Людмилем Борисовичем, но я это буду немножко в других терминологиях и, Борисович, давайте все тут повторим, но не повторим отречения будем в случае. Значит, ну да, давайте поговорим. Вот, о чем речь пойдет. Речь пойдет о следующем, что вот есть такая, вот, мы начнем, к сожалению. Значит, я буду использовать это большое, потому что у меня еще где-то маленькая, это сейчас такая отличающая, вот, а там большого на самом деле почти ничего не дают. Вот, ну вот, за речь может просто обратимая матрица. Как он, по-моему, по-моему, по-моему. И, соответственно, я буду рассматривать представление Jzm, конечно, нервное, конечно, нервное. вот алгебраические представления значит алгебраические например в таком смысле что любой элемент действует на векторе можно понимать так, что если мы смотрим на координаты этого вектора, как мы получаем, то он зависит вот, можно это и по-другому это действие, оно на самом деле продолжает это действие на другом веке время если хотите, можно это понимать но в любом случае, какое представление, которое мы привыкли на прошлой лекции они, конечно, алгебраические будут а вот, ну давайте, например, посмотрим ну, во-первых, можно рассмотреть просто вот этот элемент, на котором веке действует а вот, ну давайте его ну, второй способ обозначения на самом деле более может быть значит, так, ну вот тут есть буковка, которая на самом деле это буквально вот, но поскольку она действует то очень похоже на буквально межа мы иногда считаем, что это буквально межа вот, оно на самом деле обозначает фундаментальный диск вот, ну, кто не умеет эту буквально писать но можно и в этом хранении а вот, хорошо значит следующий пример вот, мы рассматривали внешние сферы давайте рассмотрим эту фантуру внешние сферы а вот да, размены а вот и а вот и соответственно номеральные а вот ну, можно что-нибудь другое посмотреть, да, вот например вот 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 если мы их перемножаем внешне то они они вот вот практически говорят пигмионы вот можно посмотреть не только пигмионы можно посмотреть бозоны да можно смотреть случай когда это не коммуницирует а вот ну, и тогда соответственно можно взять многочлена одного степени и вот ну, и вот это вот то, что называется симметричная степень у него ну давайте еще напишем что она состоит значит у вас это стоит вот из таких вот произведений и и к возможность повторить и они говорили что они все однажды эти да и я считаю что это произведение ну можно допустим появиться вот я считаю что это произведение коммутативное но оно может быть вот ну размерности я не помню это тоже какой-то нормальный эффект если кто-то умеет может сделать да вот значит размерность примерно вот такая вот значит да и так конфей действует значит у нас была формула но она была не 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 а ну да спасибо а вот значит ну да вот если я маточкой g на такой штуке то поскольку у меня тут группа они алгебры я должен везде поскольку зато слагаемые только одну а вот ну получается просто вот такое произведение но имеется ввиду что надо раскрыть а вот смотрите я написал nk в скобочках от cn это как-то намекает на то что вот эту штуку тоже можно варьировать на то что есть не просто представление а на самом деле у нас есть целые пункты да пунктовы спойлер такой что это называется пунктовы шура значит пунктовы шура вот ну и частный случай пунктовы шура это пункта который векторное пространство ве переводит в какую внешнюю степень вот есть пункта который ве переводят допустим в симметрическую внешнюю степень в симметрическую степень. Ну и есть какие-то другие. На самом деле их много. Но сейчас мы поймем, насколько много, причем они прометризуются. Ну и есть и остальные. Ну и собственно двои статисты Шура-Вейля в одной из формулировок, там формулировок может быть много, одна из формулировок заключается в том, что пункты Шура в некотором смысле находятся в объективном соответствии с представлениями симметрической группы. Ну я не сказал, какую именно симметрическая группу, но вот это я специально сказал, какую именно симметрическая группу. Все симметрические группы представили. Какой симметрический. А вот. Ну вот давайте в уголочке запишем, что вот есть некоторая лекция. Нет, даже две лекции. Значит, есть пункт Шура. Значит, есть диаграмма Юнга. А вот. А есть представление симметрических групп. Вот я тут напишу SN маленькая. Вот. Ну чему равно SN маленькая? Ну чему. Вот. Я пока еще не определил. Значит, я привел примеры. Значит, я привел примеры. Значит, ну то есть что мы хотим? Мы хотим, чтобы это был какой-то пункт из категории векторных пространств, категории векторных пространств. Вот. Ну и такое, что его значение это выдается значит, алгебраические представления ЖН. Ну и как мы увидим, на самом деле все алгебраические представления ЖН, ну там, в точность этого подкрутки на определитель, возможно. А вот, значит, да, все неприводимые. Вот. Ну и давайте, значит, вот эти вот посмотрим на вот эти объекции. Да, кстати, а кто слышал слово диаграмма единицы? Будьте, пожалуйста, вы видите. Ну почти все слышали, это очень хорошо. Вот. А кто знает, что? А, ну действительно, да, я прогулялся. Нет, это слово диаграмма единицы не звучало. Звучало? Нет, в принципе, ее не было. А, нет, никто из аудитории сказал нам, если это было диаграммы единицы. Вот, на самом деле цифровой не было. Вот. Значит, а кто знает, как они приметризуют представление синтетической группы? Ну уже меньше людей, но все равно какое-то количество знают. Ну вот мы в каком-то смысле и построим, в том числе. Ну, по ходу дела мы построим как раз теорию представления синтетической группы. Вот, ну это такой побочный продукт будет. В таком смысле. А, вот. Ну хорошо. Да, значит, как вообще мы будем изучать представление на числе? Если есть представление, то можно как раз поцеливать. Ну вот, значит, на прошлой лекции как раз звучало слово старший вес, да, значит, векность старшего веса. Вот, ну давайте начнем просто с весовых название центра. что-то тут. Вот, но при ЖРН есть то, что называется максимальный курс. ну часто можно взять просто диагональные матрицы и на языке университет диагональные 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 не очень понятно почему ГРОК, да, потому что, на самом деле, потому что, если посмотреть на компактный случай, вместо ЖРН сделать ванитарную другу, то там это буквально будет ГРОК, в связи с какой-то системой себя. Вот, но вот, тем не менее, терминология такая существует, я не буду с ГРОК обрабатывать, но прием максимальный по определению просто диагональные матрицы. Вот, ну, это покупка, естественно, алгебраическая она, ну, не упределяет стратеги, ставить на любые эффекции эффекции. Вот, и, если у вас есть представление, если у вас элемент есть, то есть, на каком-то, я бы не хочу использовать, потому что в этом у меня будет, в этом у меня всегда будет я бы не варьировать. Вот, давайте W, если у меня есть представление W, если уже лент действует на W, вот, то можно ограничить значение, то я буду обозначать W, WBD, я могла бы ограничить представление на T, T тоже не стоит. Вот, ну, и вот тут становится важно, что у меня представление алгебраическое, значит, дело в том, что алгебраические представления в основной натуры и кучи лекарства, ну, в туры и кучи лекарства. Вот, но на самом деле просто, значит, любое представление тура алгебраическое раскладывается в сумму одномерных, вот, но одномерное представление, как оно действует, одномерное представление, оно действует так, у вас есть маточка диагональ, он действует на такой треекторочек V, ну, и это должно быть вот такая штука, значит, 1-с это фиксированная нсуличность. Ну, да, потому что жейлен, ну, на самом деле, большая часть того, что я говорю, жейлен может поменять на нсулин, как бы ничего не поменялось. Вот, тогда эта проблема просто исчезнет. в зависимости от того, что вам меньше нравится. Ну, я попытался объяснить, давайте еще раз, значит, это значит, что формула 5-ти создается многочленами многочленами от рефлексантов церкви и от координат есть. Ну, рациональные функции можно, если, значит, она идти, поделить на определитель, Значит, другие рациональные функции нельзя. Ну, на самом деле, координатное кольцо жейлен, это, значит, состоит из маточных треи-центов, еще и муницип передал. По большей части это тонкость недавнего момента. элемент вектора это кольцо подбор момента. Да. Ну, да, иногда бывает обычно такое рациональное представление я живем, да, но я не люблю пользоваться. Вот, второй вариант, если вы знаете такое рациональное представление, вы можете сказать, что у вас эта штука выдергивает начисление из-за тояга, то есть у вас не просто действие нашей культики на северном на выводе, да, вот, а если вы берете там любую рационную с аудикой любая, вот, то, значит, вы умеете, эта штука продолжается, ну, естественным образом, до действия значит, же Лена АТР на ВТН на ЦР. Вот, и если это так, если вы умеете продолжать это действие, то вот все такие действия, это все нужно сказать, что на самом деле что перефисанты задают все, что действие задают многочисленных. А вот, значит, увидеть надо так, что в качестве надо взять с большого количества переменок, большого количества переменок, ну, и посмотреть на коэффициенты при, значит, ну, куда, значит, то, что, куда отправляется каждая, значит, в этом цель я оставлю в качестве упражнения такого, значит, в любом учебнике по алгебрической геометрии должно быть какой-то намет решать. но вот, ну, я имею в виду, что он может пользоваться любым из этих предъявлений, что скажем. Вот, но смысл такой, что, значит, алгебрические представления, алгебрические представления, конечно, алгебрические представления фура, они вот выгодят очень просто. Они раскладываются в сумму одномерных представлений, а каждое одномерное представление задается вот, ну, с набором целых чисел, я буду называть значит, это yes одномерного представления фура. Так, значит, ну, и, соответственно, если у вас есть какое-то представление GLM, вот, если у вас есть какое-то дублевое представление GLM, то она раскладывает тут, ну, одномерных относить натура, вот, ну, и получается какое-то множество, но я хочу не просто множество, а множество, в котором бывают пятные ленинки, да, потому что обычно называется мультимножество, то есть множество, в котором один и тот же ленинк можно жить несколько раз. ВОВС поставляется, значит, множество, множество, но обычно это записывает в какой-то там произвелищем пункте, но в коробке, да, мне, значит, такой формалент не понадобится, вот мне вот это можно говорить, наоборот в собственный рост. Ну, то есть, значит, в этом надо вот пункте. так, значит, W у нас было не просто какое-то представление T, а которое пришло из GL. Вот, GL, например, помимо Тура бывают еще матрицы перестановки, да. Вот, ну, и подъезд того к матрицам перестановки вы видите, что если у вас есть вот такой вот вес, значит, если M1, Mn это вес W, то и любая перестановка тоже. Значит, для любой перестановки PIR, значит, вот такая штука это тоже вес, тоже вес W. Вот, ну, и в частности вы можете оставить только те веса, в одном вашем множестве можете оставить только те веса, где какой-то порядочный должен быть. M1, хотя бы M2, хотя бы и так далее, хотя бы Mn, потому что все остальные восстанавливаются. А если есть такой вес, то есть любая логика как угодно может это переставить. Ну, подействуйте просто матрице перестановки, значит, напишите там, что-то типа PIR, PIR-1, PIR, ну и получите вес, вес представления, если у вас есть представление, то у него, то оно относительно раскладывается в сумму одномерных. Каждое одномерное имеет свой вес. Эти веса называются весами представления. Смысл такой, что если у вас есть представление не просто t, а именно представление gln, и вы ограничиваете его до представления t, то эта штука будет инвариантно относительно перестановок. То есть, если у вас есть какой-то вес, то все перестановки координат это тоже вес. Вес, соответственно, веса-то определяется при ограничении натур. Если одно живет в качестве слажаемого, то и другое живет в качестве слажаемого. Да, что весь вот этот набор выдерживает действия за индивидуальную ступу. Ну и, соответственно, можно определить старший вес. Ну, тоже, опять же, по-разному. Можно сказать просто, что это наибольший из таких, вот, в каком-нибудь циклографическом порядке это работает. Вот, но можно более инвариантное определение такое, что, значит, это у вас есть представление W. если у вас есть представление W, если у вас есть представление W, нет, W это представление W, то W называется ректором старшего веса, если, значит, при умножении на, значит, при умножении вот на такие вот, ну, если он на пятке самой, да, если он на нем действует вот таким способом, вот, ну, а при этом, при умножении на все, допустим, на такие вот верхние микроугольные ватрицы, он остается на месте. вот, ну, и он не странно. и и с понесенным тором вот такой вот вот, ну, и теорема такая нетривиальная, что у любого это, конечно, мирного неприводимого представления, значит, есть верхних старшего веса, ну, и более того, значит, это представление просто порождается этим вектором, давайте выходим ну, да, а вот ну, давайте мы Продолжение следует... 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 Ну, не почему, но конкретно в этой ситуации вот так получилось, потому что уже размерность закончилась. Мы уже предъявили на большой республику размерность закончилась. Содержится партнер-директора? Нет, содержится, но упаденную перестановку подействуем. Так, ну тут я, наверное, сейчас, тут я, наверное, чуть взорвался, значит, все-таки... Хватит-хватит только вот... Ну, наверное, ремень на оболочке имеет ремень на оболочке. Да, вот это место, наверное, имеет преимущество на оболочке. Вот, хорошо, значит, ну, то есть в этом случае вес вот такой... Ну да, давайте, значит, ну сразу... Вот это вот... Вот эта вот часть веекции, значит, веекция с диаграммой Юнгана, это вот просто выписывание старшего веекции, да? Значит, вот здесь мы напишем M1 квадратиков, ниже мы напишем M2 квадратиков и так далее. Стоп мы напишем M2 квадратиков, но если это не нулевое число, если это нулевое число, мы ничего писать не будем. То есть, значит, тут вот получается то, что называется диаграммой Юнга высоты не больше, чем M. Так, 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 так. Вот, хорошо, значит, ну вот в этом случае диаграмма Юнга очень простая, это просто 1-2 квадратиков. Ну, нулевое не пишем, как бы говорилось, да? А вот, значит, следующий пример у нас были внешние степеньки. Мы просто признаем, что уже верх от старшего веса он единственный. Он единственный источник в умножении от соля. Ну, не точно, это все равно. А, ну... Не, ну, если его переставить, это уже не будет верх от старшего веса, это будет верх от зажмена. Так, ну, хорошо, значит, дальше посмотрим на внешние степеньки. Вот, ну, первый пример. Значит, второй пример, смотрим на внешние степени. Ну, допустим, краткая вне степени В. А вот, ну и не все сложно видеть, но это уже не справа на прошлой лекции, что верхом старшего веса будет вот такой у веса. Если мы на нем действуем вот такими штуками, то что такие шкики делают? Они вот что-то прибавляют, вот, но от этих прибавлений верхнее произведение не имеют. Поэтому умножение на верхнепреугольную матрицу. Вот, и давайте посчитаем, какой у него старший веса. Например, какой у него веса. Ну, давайте посмотрим, что происходит, когда мы не умножим. У него действуем в диагональном матрице. Так, ну, просто Е1 умножается на Т1, да? Е2 на Т2, ЕК на Т2. Вот, ну, то есть, вот Т1 ТК на то, что будет. Вот, ну, а Т1 ТК, это просто, значит, что первая ТК м равны и не длинцы, а остальные не длинцы. Вот, ну, и, соответственно, диаграмма нитка, какая у него соответствующая, это просто столбик. Вот, ну, и теперь видно, значит, почему мы убрали столбцы высоту не больше, чем n. Потому что если мы попытаемся взять внешнюю степень с k больше, чем n, у нас получится просто нитка. Вот, ну, давайте еще симметрические степени воспринемся уже. Так, ну, и третий пример у нас была симметрическая степень. Тут ТК нельзя, это меньше, чем n. Такое увеличение. А вот, ну, и подумайте, какой тут верхность старшего веса. Да, значит, ядрин степень k будет верхность старшего веса. Ну, опять же, по той же самой причине, потому что ядрин меняется. Нажать на такие матрицы. А вес у него какой? Так, k очень нуленький. Вот, ну, и, соответственно, значит, диаграмма Юнга у него просто строчка. Ну, и тут нет ограничения, что k меньше, чем n. Тут вам может быть каким угодно, синтетические степени не бывают с конечностью. Вот, ну, и, например, кто-то упоминал в случае SL2, да, ну, уже SL2. Вот, ну, и там просто вот, на самом деле, все неприводимые представления вы подготовили их счет. Вот, ну, это действительно можно, поскольку синтетическая степень это можно на языке многочленов. Да, это однородное молочение степениканок, ну, допустим, на двух переменах, на которые действует. Уже я понял. Вот, ну, хорошо. Значит, да, ну, и пока что мы взобрали в случае вот такого диаграммы Юнга литеральная полоска. Вот, это такой вот диаграмм Юнга, гемизонтальная полоска. Вот, но диаграмма Юнга-то бывает разная, да, то есть, ну, какие угодно. А вот, ну, и, значит, одна из наших целей, это вот для каждой вот диаграммы Юнга построить вот такой вот пункт из верхнего пространства, да, ну, вот такое, что, значит, для, скажем, вертикальной полоски получается внешняя степень, для гризонтальной полоски получается гемизонтическая степень. Вот, ну, естественно, там еще какие-то условия у нас будут интересовать. А вот, это раз, первая задача. А вторая задача, ну, вот, кто знает целую диаграмму Юнга, тот наверняка слышал хотя бы, что они как-то связаны с профессорами гемизонтической группы. А вот, ну, и вторая задача, связать, собственно, это с представлением гемизонтической группы. А вот, ну, хорошо, значит, давайте, давайте попробуем. Да, мне понадобится еще одно техническое отражение, но не сложное. Значит, вот мы определили вот это вот мультимноженство весов, да, представление. Вот, ну, мы, значит, не обязательно гемизонтической группы, то есть это гемизонтское представление можно определить. Вот, значит, ну, любое агрегорическое представление, оно раскладывает сумму неприводимых. Ну, у меня как-то есть приводить. Вот, значит, ну, и, соответственно, можно взять два представления, там, скажем, W1 и W2. Вот, вы посмотрите, центрное произведение. Ну, по умолчению, у меня все центрные произведения на 2-ом поле, я не буду. Вот, ну, вот это тоже представление, значит, тоже представление с целью. Ну, напомню, на всяком случае, как действует GEN на революционном сенсоре. По компонентам действует. Опять же, если бы у меня была линка, там была бы форму линкса, у меня было бы компонентам действует. Вот, но если W2, скажем, были неприводированные, то нет причины, почему это тоже должно быть переводировано. Ну, конечно, можно раскладываться. Ну, и будет раскладываться. Ну, и, значит, какое множество висков, значит, мультимножество висков? Значит, центрного произведения. Как его вывозить через мультимножество висков, W1 и мультимножество висков, W2? Да, это просто сумма по Минковскому. Значит, сумма по Минковскому. То есть мы все попали из кундук. Так что это. Так что это. Мультимножество висков, W1 и мультимножество висков. Вот, значит, что такое сумма по Минковскому. Ну, если у вас есть просто два множества, то A плюс B, ну, это просто, значит, все попали из кундук. Вот, ну, а если это мультимножество, то вы просто, так сказать, сделаете то же самое. Ну, вот, у вас какие-то кратности есть, ну, вы это считаете, что с високом. То есть, если у вас один из тех, кто несколько раз представился таким способом, сколько раз представился, сколько раз появился. Ну, соответственно, старший вес, значит, да, в частности, вот эта штука не обязательно будет не приводила, но, как-то, как минимум, одну не приводимое представление, но в нем найти лифомус form. То-с., надо просто взять старший вес в кулевую квадрику, и вот так вот перемножить, а поворотный показ, это всё ещё старший вес. Ну, и, естественно, это просто будет сумма средства одного иそれ. То-есть одно не приводимое представление, а для того, который, к вам по всему, то есть одно не приводимое представление,慣 лесный сил鼠, Но, вообще-то говоря, могут быть другие, старшую компоненту мы вот таким способом наступим, а остальные являются какие-то еще. Ну вот давайте попробуем как раз, давайте возьмем просто базу от примера, и начнем его возводить, смотреть, что получилось. Спасибо. Да, у него, значит, это мультинорская рисунка, это вот просто вот все вот эти вот такие штучки, с единичкой, с одной и единичкой, остальное 0. Вот, я подвожу его в квадратик. Значит, я должен складывать все такие штуки, ну что у меня получается? Какие у меня тут кубеса получаются? Либо два, либо две единички, да. Значит, у меня получается вот такие, значит, это две единички. Вот, ну и давайте смотреть, ну, значит, старший вес здесь был вот такой. А вот, ну, значит, складываем его с самим собой, старший вес, ну, один из старших весов будет вот такой, да. Значит, это соответствует, как мы помним, значит, просто симметрическому квадрату. Значит, в тенсорном квадрате, значит, есть подпредставление и синтетический квадрат. Ну, это неудивительно, да, потому что тут у вас есть все тенсоры. Вот, а вот эта штука, ну, если ее так записывать, она вот стоит вот из тенсоров вот такого вида, буквально. Ну, одна вторая для эстетики просто написал. Ну, еще, ну, V может не обсуждать, да, еще. Так, да, я не написал. Ну, не, ну, значит, не пользовались. Ну, нет, ну, это значит, для, да, значит, а вы говорите, как лучше, чем алфегуили? То, что это теорема, значит, для нас любой характеристик. Вот, ну, и даже там, даже национную числу. Вот, это преимущество большое. Вот, но как только вы говорите о разложении в прямую сумму, а не о какой-нибудь там фильтрации, понимаете, да, значит, разложение в прямую сумму – это рост. Если у вас характеристика не нулая, вообще, говорю, у вас обычно есть какая-то фильтрация, и максимум, что он может искать, что там последует именно так по рефильтрации. Вот, а вот буквальное разложение в прямую сумму, оно, как правило, конечно, зависит от характеристик. Вот, ну, а что останется? Ну, в общем, догадаться несложно, да, значит, остаются вот такие штуки. Ну, вот перестановкой можно добиться вот этого, а это, как мы видели, значит, просто внешний квадрат. Вот, ну и все, на этом все закончилось. Можно посмотреть просто, посмотреть, что веса есть, чуть-чуть палец, да, каждый вес либо так выглядит, либо так. Ну, либо, значит, на разменности посмотреть, значит, n в квадрате, n в квадрате, значит, это n на n-1 пополам, плюс n на n-1 пополам. Да нет, надо было сказать, плюс-1. Вот, ну, на самом деле, как бы, вы можете продолжать и дальше в этом же стиле. А вот, значит, ну, давайте следующий шаг посмотрим, что на следующем шаге произойдет. Вот, давайте посмотрим на центральный путь. Вот, ну, два слагаемых несложно вывезти, значит, будет, естественно, симметрический путь и будет где-то в конце внешний. Значит, ну, симметрический путь, он соответствует, вот, троечкой много нулей. А вот, и, а эта штука соответствует тему единичкам. Вот, ну, я же еще, что написано, 2-1 ехать. Вот, и вот, а вот эта штука, значит, ну, такое представление мы пока не построили, да? А вот, но, значит, вот такая штука, она на самом деле встречается два раза. А вот, ну, и почему как-то встретиться два раза, вот, 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 удвольствия Шуга-Белия как раз и объясняет, почему у нас тут Шуга, да? А вот, ну, вот, тут такой вот, значит, функер Шуга-Белия. Я, функер Шуга-Белия обычно, функер Шуга, значит, я буду значить гамма 2-1 от V. А вот, ну, и кратности 2. Ну, вот так я назначаю, что два слагаема. Это вот, вот это вот я вынесал, какие, значит, ну, тут, это когда был тенсионный квадрат, значит, там были варианты либо двоечки, много нули, либо две единички. Вот, ну, тут то же самое, это количество способов разбить, ну, диаграмма деньги это по диски единички. Количество способов разбить, там, тройку сумму нескольких чисел. Ну вот, вернее, не количество способов, а специальные способы. Это либо тройка, либо, значит, три единички, либо двоечки, длиннички. Вот, ну и вот получается на самом деле вот такое вот возложение, но опять же разменность можно подсчитать, это просто обозначение, пока я его не вводил. Пока я не объяснял, что это такое, написал, что это будет обозначаться вот так, это вот как раз будет пример . Ну и давайте посмотрим, почему же такое, что вот здесь вот слагаемые просто без кратности, а здесь возникает какая-то кратность. То есть у нас не просто стены каких-то неприводимых представлений, а какие-то неприводимые представления, кратности еще есть кратности 2. А вот, ну вот, да, давайте, значит, вот изюмник по этому последовательному. Первая строчка была изюмно. Вот, ну, вы это просто, значит, однопутые, давайте, 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 давайте. Вот смартфон. Центренный квадрят, смартфон соответствует ну вот view for control in x equals. Потом bakalım, видно, фотоvisu ardent у нас на фотоэх�에. вот такой штуки а вот и есть внешний квадрат в соответствии с ликтикально вот я еще вот такие вот я нарисую сейчас я какой-то граф а вот еще одна такая вот смотрите значит и то что количество вот отсюда до счета можно двумя способами и то что можно дойти двумя способами это вот как раз и означает что тут появится вторая внешняя степень значит а что с тобой каждый шаг такой элементарный шаг представляет собой ну вот штука которая опять в теории представлений занимался значит другие диаграммы каким-то способом я пытаюсь создать по квадратику справа значит то есть у меня скажем вот такая диаграмма ну давайте вот что я из нее могу получить ну значит первый шаг я просто из нее получаю а вот дальше значит вот здесь вот вот сюда я получаю несколько диаграмм диаграмм с количеством клеточек на единицу больше вот по такому правилу пытаюсь приписать да 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 если там ничего не было да вот может это всегда а вот значит я получаю несколько диаграмм с количеством клеточек клеточек вот ну и давайте значит вот давайте дальше вот еще полнота скажем так значит ну давайте да давайте дальше вот эту диаграмму вот ну и будем смотреть что получается да значит опять же спойлер называется диаграмма Браттоли значит Браттоли это норвежский математик больше он вроде ничем не известен но этого в принципе более чем достаточно вот давайте посмотрим четвертую четвертую стандартную стандартную степень ну вот я могу написать квадратик справа а могу приписать н вот 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 здесь вот я тоже могу приписать справа вот вот здесь я могу писать справа получится просто паузка высоты что я кладываю еще квадратик да да забыл квадратик нет так это вот я сюда справа подписываю вот это что получается вот это намекает на то что помимо помимо степени внешней степени у меня будет еще три пункта ну давайте посчитаем какие красности а как считать количество путей чтобы их ну ну по индукции давайте про индукцию писать значит сюда я ставлю яичку значит здесь какие-то они складываются ну давайте дальше здесь 1 здесь 1 плюс 2 3 значит здесь просто 2 да да ну и еще значит поснимаем пол перестантали ну это не 5 но здесь 2 а значит да стремилась только мы сами будем стремилась только мы будем так значит 1 плюс 4 плюс 1 плюс 9 плюс 9 плюс 4 плюс 1 сколько ну должно быть должно быть 24 если они все правильно получилось или нет 24 хорошо так ну вот эту последовательность я думаю это это значит просто вот мы видели такое движение что сумма квадратов каких-то чисел равна и материалу да значит это размерности неприводимых представлений синхронической значит количество этих путей да данные данные диаграммы в этом графе это просто размен микриводимых представлений вот ну да это называется диаграмма образцы вот ну и при помощи него можно много что считать только что мы увидели например что можно считать размен это рассказывает другим способом это диаграммы только рисуют цветы какие-то называется табло юнга наверное какие-то термены свои есть я всем не знаю как одно от него отличается кто знает может меня поправить значит ну вот на самом деле путь такой диаграммы способ заполнить тут вариантов немного значит тут я поставлю просто 1 2 ну то есть в каком порядке я эти четыре использую соответственно здесь я ставлю 1 2 3 вот ну и пока я пошел сюда ставлю 1 2 3 4 вот то есть что я получил я получил дополнение моей диаграммы числами ну при том то от одного до количества клеток причем так что и подставка она не убывает вот это называется стандартная стандартная таблица стандартная таблица еще повод стандартный когда разрешается не убывает ну и значит фактически говорят что представление синетрической группы это количество таких таблиц ну а мы видим что это просто количество людей в этом гагере что еще можно при помощи диаграммы узнать ну вот тут как раз с одной стороны она что-то говорит про про тензорные степени неприводимые представления с другой стороны она что-то говорит про про неприводимые представления синетрической группы вот вот что правило значит в точке зрения представления жюри это значит просто умножаете соответствующие на на раскладываете ему неприводимые оказывается что конкретно текст в конце концов получилась теорема доказатель конечно не докажу наверное но по крайней мере набросы на самом деле это все сведется просто теореме о двойном централизации я в 4 заканчиваю и тебе 20 минут значит вот а значит я опустлял это теорема я вставлю гамма лямбда вот ну и при этом значит гамма лямбда от V равно нулю при значит высоте лямбда больше чем размер с тебя иначе это неприводимое представление g лямбда большим вот ну и я еще хочу чтобы выполнялось правила лямбда ричардсона значит они если я умножаю на V то это раскладывается представление g лямбда вот прямую сумму по вот давайте вот так просто напишем лямбда стрелочками и подозревается что вот 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 там называется действительно я не знаю куда ударение ставит а да значит вот а да это значит называется а точно называется ну вот значит ну а еще значит есть выражение формулы тоже включается в данном случае тоже самое а вот просто там и когда вы начинаете варенивать группы то становятся разными пока что это одно и так да значит гамма 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 как не так как представление жизни а вот значит с точки зрения это была страна это была страна жили вот ну а давайте теперь страна теоретической группы что а мю это тоже диаграмма это все диаграммы в которые получаются по поправил это следующая вот если я умножаю на в то у меня получается вот вот а значит сторона симметрической группы значит ну полянки диаграммы юга а вот значит ну давайте я не симпатическая группа это модуль спекта это непривозимое представление непривозимое представление вот мы что мы хотим от модулей спекта ну что просто все непривозимое представление Что диаграмма Браттель говорит с точки зрения мудрее шпектра? На этой строчке у меня представление sn-1, я ограничиваю просто представление sn до sn-1. Если я ограничиваю шпектр лямбда на sn-1, то я получаю прямая сумма. Теперь лямбда на sn-1, значит, вот мудрее шпектра. То есть с этой точки зрения, с точки зрения эсмитрической группы, диаграмм Браттель говорит, как ограничивать представление эсмитрической группы на представлении эсмитрической группы. Поэтому я не сказал, какую эсмитрическую группу это было, а всю последовательность эсмитрической группы нужно быть нужна. Ну и вообще, диаграмм Браттель, они действительно в одном контексте появляются, когда у нас, например, даже не группы, а алгебы какие-то. Вместо эсмитрической группы надо смотреть другую группу алгеб, последовательность каких-то алгебек, глушеных друг друга. Их неприводимое представление, как они ограничиваются. Вот, ну хорошо, значит, да, ну и давайте, значит, какая связь вяжу, пока что есть одно описание, есть другое описание, они никак не связаны. Вот, давайте сейчас мы их свяжем. Вот, давайте, значит, ну, собственно, на то, что нуждается, вроде бы, как всегда, некуда это написать. Так, ну, да, 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 да. Ну, да, 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 да. Значит, смотрите, я беру глобанную В, развожу глобанную степень. Беру мою В, отдалу центральную степень. Вот, значит, с одной стороны на нем действует GLN большое. Вот, а с другой стороны на этой штуке действует SN просто перестановка и картина. Вот, ну и смотрите, значит, какая у нас штука может действовать. Если я вот здесь переставлю координаты, если я вот здесь переставлю координаты не совместимые. То есть эти два действия ремонтируют. Вот, ну поэтому на самом деле действует просто переставление. Действует просто переставление GLN креста. Вот, ну и давайте, значит, продолжим в этот момент сумму неприводимых представлений относительно вот какой будет. Так вот, то есть Шувавилля как раз отреждают, что относительно вот такой группы раскладывается в сумму по диаграмму Юнга вот этих вот суммторов Шувавилля на модульский. Ну и соответственно, если высота больше, чем он большой, то мы это просто не будем делать. Вот, ну и из этого вы, значит, из этого отключения вы можете все, вот все вот здесь вот перечисленное легко вывести. Значит, я на этом остановлюсь и не буду, но, в общем, ключевой момент. После этого, грубо говоря, ограничиваясь, например, на SN-D, вот здесь действует GLN, давайте посмотрим, что будет действовать здесь SN-D. Вот, значит, вы ограничиваетесь, вот туда они как-то распалятся, а с другой стороны, там может быть SN-D, потому что если у вас у минус один действует, что это значит, это значит, что вот на этих координатах у вас что-то действует, а на это ничего не действует, но после того, как у нас у нас есть новое. Значит, ну какой конкретич? Что? Вот, 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 от N большого эта формула не зависит, исключением того, что какие-то функции Шура обгуляются. Значит, если высота больше, чем N большая, то гамалям высоты еще равно 0, поэтому это слагаемое не действует. А в остальном она от N большого не зависит, в этом и чудо. Что? Значит, смотрите, я не буду выводить оттуда, значит, все остальные факты, а вот это, значит, я оставшуюся время на розыске доказательства. Скажу, но просто покажу, что это значит, как это доказать. У меня сколько? 8 минут, да? Что? 10 минут? Вот, ну вот, как раз в оставшуюся время как раз схватит, значит. Сейчас мы посвятим некоторому факту общему, который называется теоремой о двойном синхронизаторе. Ну, мы читаем, хотя бы теорем насамдела к этим не будет. нет тогда теорема заключается в следующем смотрите мы говорят просто значит на этих красных действует не приводимые но не приводимое представление и тогда это можно и выкладывать как определение Вот, ну, значит, давайте в теории малодвольного синтрализатора А у меня это просто, значит, полупростая алгебра Ну, полупростая в том смысле, что все ее представления Ну, все ее представления рассказываются в прямой сумме простых и в самую сумму неприводимых, ну, или, значит, выполнено то, что называется серия Машки, значит, любое подпредставление высчитает иммунезонограмм Вот в этом смысле полупростая алгебра Ну, на самом деле, это не обязательно конечномерное Вот, но, значит, все это не декционально В это конечномерное представление Вот, ну, тогда я могу, значит, посчитать эндомархизм В относительно А Давайте я это назову В Вот, ну, и тогда В это на самом деле А, В, бимудро Да, на нем действует Значит, на нем действует А, на нем действует Б Эти действия аккумутируют Потому что, ну, там Ленин, демокрисм А вот, ну, и тогда, значит, аре-матрайном синтепризаторе Говорит, что АПЕК Б тоже полупростая А вот, значит, что, ну, не А, конечно, а ОГОС А Значит, ОГОС А В, Н, ДА, В Равняется, значит, наоборот, Н, ДВ Вот, ну, и третий пункт, что В раскладывается Какая, значит, В раскладывается в сумму там УИТА, то есть, в принципе, ВВИТА Так, АВИМОДУЛЬ Значит, где А и где УИТА Значит, это все неприводимые представления А Нет, ну, забрался я, конечно, потому что, значит, ВИТА Это все неприводимые представления В Вот так можно сказать Значит, АУИТА Ну, вот, все неприводимые представления А Какая фигурирует, как слагаемое Ну, напишу, пакеты, мы приводим А вот, значит, ну, вот, да, вот такая вот Значит, ИИ я доказывать не буду, но она, в общем, не очень сложно доказывается Настояночку текста Вот, достоинство не в том, что такая специальная кумулянка Вот, ну, давай сейчас вот наши ситуации как раз применим Что мы возьмем в качестве А, Б и всего остального Вот, ну, как... Потому что А восстанавливает То есть первый централизатор – это Б А второй централизатор Да, ну, если еще предположить, что представление точное То тогда, значит, не надо говорить образ Вот, ну, это как раз не совсем наш случай будет Потому что наш случай как раз не будет точка Вот, ну, и давайте ее просто применим Вот, значит, в качестве... А, я возьму просто буквовую алгоритму Ну, церковь делаю Вот, СН Значит, смотрите, у меня Б действует на В Значит, я могу посчитать эндомартизм и В относительно В Так вот, утверждается, что это не сама А, конечно Но, по крайней мере, образ А в эндомартизм Тут эндомартизм относительно А – это Б А тут эндомартизм относительно Б Вот так, да? Окей А вот как АСС, который фигурирует в В Ну, вот как у нас в нашем случае Значит, если у нас диаграмма Юнга слишком высокая То не будет она эфигурирует Соответствующей, соответствующей Ну, то, конечно, не будет А вот, значит, Б, соответственно А вот, ну, вот, Б А вот Б можно посчитать Значит, смотрите Б – это что такое? Надо было бы говоря, посчитать А, ну, я не сказал, что это В Вот, значит, а что такое у меня тогда В будет? А В у меня будет, у нас это централизатор А вот, это просто, значит, симметричные элементы Вахриц Вот, ну, несложное упражнение Ну, как несложное Там надо в какой-то момент Воспользоваться определителем Мундермунда Вот, но в остальном оно несложное Вот, несложное упражнение заключается в том, что вот эта штука Это просто, значит, целый джиндер Вот, да? Вот, ну, и тогда, значит, третий пункт как раз Третий пункт как раз Выдаст нам то, что надо Ну, вот, ну, как что, давайте, давайте я здесь буквы Ну, буквы кончились Ну, В, буквы, В, что еще бывает? Что? Ну, X, X будет просто вне когда Ну, вот Вот, значит, и Да, значит, Вот, ну, тогда бы несложно посчитать Вот, ну, и тогда третий пункт как раз В общем, выдастся к нашему Вот, значит, ну, и второй пункт вам выдаст Ну, второй пункт тоже значит Второй пункт, он значит, что Жене-Льбе Такие варианты эндомоархизма в этом сфере Это просто, значит, образ Стракоса Вот, вот это вот утверждение Оно называется, оно еще называется Значит, первая фундаментальная теорема теории эндориана Вот, почему первая, потому что она говорит про образ Соответственно, здесь Вот, значит, вторая фундаментальная теорема теории эндориантов Вот, описывает ядро этого отображения Значит, вторая фундаментальная теорема теории эндориантов Значит, ядро, ядро, оно только что, но вот таким вот определителем, вдруг говоря Давайте посмотрим на такой элемент Сумма по всем перестановкам Н-большой Что-то я думаю, что Н-большой Вернее, даже Н-большой Да? Да? Значит, ну, она Ну, образ этого, да Хожу в образ Образ вот этого Непонятно Непонятно Значит, это образ СССР Значит, ну, вот Вот здесь Вот смотрите Вот действительно А там не залить Вот, но ЖЭЛВ действует А вот это Это его Представление И вот оба Представление Вот это уже А там Окей? А вот Значит, ну, да Значит, например, старая Индорианная теория эндориантов Причем равно ядро Ядро, говорится Вот возьмите на единички Больше Возьмите вот такое Пределитель То есть сумма Просто по всем перестановкам Значит, на Пи Умножить на пи Вот ядро Это просто, значит, Идеал, порожденный Этим элементом Значит, вот такая штука Легко видеть Что он меняется А вот Потому что у нас просто Размены Если у нас разменность Равна n Вы, грубо говоря, просто Пытаетесь посчитать Пределитель Матрицы с ленинодависимым Винстерочком Вот Поэтому Что должна быть В гидре Оказывается Иду просто Этим элементом Открывать Вот Но это я даже не буду Пытаться Намекнуть Что-то доказывает Что-то В принципе Это тоже Быстро Вот, значит Если есть минута Я расскажу, что будет дальше Если нет Ну, наверное, нет Ну, давайте Так, есть ли вопросы? Дальше мы это будем обобщать Мы будем обобщать Опять, что у нас Полновидийная группа Но бывают другие Например, бывают Ортигональные Синтепрические Вот Что с ними Вот Но с ними На самом деле Интересная Тоже история Примерно то же самое Только Значит Групповая Аутрика Замениться на Другую аутрику Вот Как она называется Аутрика Гауэр Вот Она Имеет Очень интересное Описание Термина Культовой диаграммы Вот Это на второй Будет лекции Значит На третьей Лекции Значит Мы займемся Такой Изключительной Группой Но такой Немножко Как бы Игрушечной Изключительной Группой Ж2 Вот На самом деле Даже там Довольно Интересная Теория Рубликает А вот А на четвертой Лекции Значит Мы Рассмотрим Планковый Случай Вот Там тоже Какие-то Деформации Будут Такой Ступе Там Не Аутрики Возник Нет Значит Ты вот На такая Любимая Современной Физики Алгебная Центр Группа Это В последующем Случай Средвокус Она Узникает А вот Ну и там Все Такое Получше Ну вот Еще Вопросы? Вот Ну если Нет Вопросов То Потребление Наверное Да Да Вопросы Продолжение следует...